Двухколесные, но очень опасные. В то время как в Санкт-Петербурге всерьез обсуждается вопрос о полном запрете передвижения на электросамокатах. В Воронеже прошел первый совместный рейд мэрии и дорожной полиции, нацеленный на отлов самокатчиков-нарушителей. Больше всего таких в центре города, поэтому местом выбрали проспект Революция, около Пролетария. Останавливали несовершеннолетних пользователей так называемых средств индивидуальной мобильности, любителей прокатиться вдвоем, а также тех, кто лихачит на пешеходных переходах. Все это категорически запрещено, причем, как показывает практика, нарушает почти всегда молодежь. Самокат – это транспортное средство. Транспортное средство имеет, как говорится, повышенную опасность, тем более при движении по тротуару, где много пешеходов. Поэтому основная задача – профилактика. Разъясняются правила дорожного движения, разъясняются правила использования самокатов, операторы кикшеринга представляют наглядную информацию для пользователей. Ну и, соответственно, приглашаются на будущие школы вождения, которые в этом году также будут проводиться и одним, и другим оператором кикшеринга в нашем городе. Никаких штрафов на этот раз решили не выписывать. Для начала инспекторы ограничились профилактической беседой. Но так будет не всегда. В дальнейшем горе самокатчиков собираются вычислять и по камерам. Записи станут передавать напрямую кикшеринговым компаниям. Их в Воронеже две. Чтобы те самостоятельно наложили санкции на недобросовестных пользователей. Например, заблокировали аккаунт. Ведь проблема такого двухколесного транспорта в Воронеже стоит довольно остро. Количество наездов на пешеходов, повлекших за собой серьезные травмы, растет. А ведь все всегда начинается именно с таких, казалось бы, невинных нарушений. Мы в тесном взаимодействии с организациями, которые передают в аренду такие устройства, используем технические возможности для определения правонарушителей. И тем более выявление тех нарушителей, которые совершили дорожно-транспортное происшествие. Например, наезды на пешеходов и скрылись с места происшествия. Их технические возможности позволяют идентифицировать пользователя. К каждому такому устройству привязана банковская карта, которая позволяет определить человека, который был зарегистрирован. И уже в этом случае мы даже если не смогли задержать правонарушителя на месте, ДТП, либо какого-то иного нарушения, то с использованием таких технических возможностей мы в дальнейшем можем их разыскать. И такой опыт уже есть.